Винфакт 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 только четвертое. Подразделение команды Na'Vi в дисциплине LoL получает первую официальную победу. Финал турнира Salomine прошел полностью под диктовку рожденных побеждать. Отличная игра от новийцев и 1000 евро уходит в копилку команды. Если смотреть на достижения Na'Vi в дисциплине LoL, то пока твердо отнести их к топ-коллективу рановато. Но набирая такие обороты, состав Na'Vi LoL в скором времени будет наступать на пятки соседской организации Moscow Five. Как вы помните, то был анонсирован турнир по LoL на 5 миллионов долларов. Для Na'Vi такая надбавочка в этом году, думаю, лишней не будет. Чего смогут достичь Na'Vi LoL, покажет время. Фанатам остается только ждать и верить в то, что их любимая команда сможет достичь самых ярких и громких побед во всем мире. Счастливым обладателем заветного приглашения от компании Valve стали американцы Complexity, а также представители Китая в лице Invictus Gaming. Американцы уже давно знакомы всем любителям Dota 2, взяв отличный старт в начале сезона. В конце ребята немного убавили темп, но в данный момент имеют внушительный страйк в 10 победах. Не так давно поражение Call нанесли Virtus.pro в рамках финала квалификации на летний DreamHack и несмотря на то, что обе игры проходили на американских серверах. Что касается детища олигарха Invictus Gaming, купленного за 6 миллионов долларов, то тут ситуация не совсем понятна. В составе было несколько замен и ребята не показывали ничего выдающегося в Dota 2, но зато имеет внушительный список побед в Dota All-Stars. IG вполне может выстрелить, судя по тому, сколько времени команда уделяет тренировкам. За последние две недели, по утверждению игроков, IG проводят за Dota 2 по 12 часов в день. Помогут ли суровые тренировки китайцам, покажет время. Главное не уснуть во время турнира в очень важной игре. Таким образом, вакантных мест за битву за миллион остается всего 10. Очередные матчи Fnatic Play сегодня предстанут перед нами. MyRevenge D будет сегодня тошнить против Dachana Nexus, которые на игру придут без девайсов, так как немцы являются бесспорными аутсайдерами группы. Ну а вторая игра станет поистинным украшением сегодняшнего киберспортивного вечера. Moscow 5 сыграет против шведов SK Gaming. У M5 в группе пока что только три очка, которые они заработали в матче против WinFar. А против шведов Fnatic игра, мягко сказать, не сложилась. Смогут ли смелые парни из Moscow 5 сегодня удивить своих болельщиков и остальных зрителей этой игры? Не пропустите сегодня вечером на всех киберспортивных сайтах Европы. SK Gaming против Moscow 5. Болеем за наших! Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok